Это называется 21 век, и всё вот, примерно то, что я сейчас говорю, а может быть некоторые даже в такой стихотворной ритмической форме, чего тебе надо, попробуйте почитать. Сколько я могу вам читать свои книги вслух? Вы, Михаил, хочу с неправильным... Ещё какие-то вопросы? Вы неправильно сейчас сказали слова, сколько можно читать вслух, потому что именно это сейчас вы и должны делать. А именно читайте люди вслух. Коротенькие такие фразы для развлечения, уважаемые, высокоуважаемые публики. Чем увлекаетесь в последнее время? Ищу смысл в происходящем. О, так это не увлечение, это работа. Вот вся моя штука в том, чтобы промежуток между глупостями у меня был чуть длиннее, чем у других. Спорю с Достоевским. Вот хотя настало время секса и красоты, а мир спасти не удалось. А это просто эпиграф к какому-то произведению, которого я не написал. Эх, девочка, писал я, если б ты видела мои сны. Это произошло в Одессе, его внезапно сфотографировали на улице и дали квитанцию. Там указано, сколько нужно заплатить, чтобы уничтожить негатив. Ну как ты уедешь отсюда? Нет, ты никогда не уедешь отсюда, потому что другая женщина не скажет тебе в слезах, проклятый подонок, не бросай меня. Папа и сын, я тебя люблю, я тебя люблю, а я тебя люблю больше, а я тебе еще больше, а я тебе еще больше, а я тебе еще еще больше, а я тебе еще 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 больше. Сын, сейчас как дам по голове. А вот это еще такая запись. Проституция и любовь. Проституция так же похожа на любовь, как журналистика на литературу. Слова те же, слова те же, движения те же, но не в душу.